В эфире новости в студии телерадиокомпании Муравленко ТВ Юлия Лучникова. Здравствуйте. Коротко о некоторых темах выпуска. Нам нужны мастера своего дела. Глава администрации Александр Подорога презентовал муравленковской молодежи проект «Профессиональная команда города». Как сохранить здоровье и улучшить качество жизни ямальцев. В городе отсудили реализацию мероприятий, объявленного на Ямале Года народосбережения. Уверенно опередили соперников. Команда Муравленко стала победителем 16-й окружной военно-спортивной игры «Командар». Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин утвердил территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на нынешний год и на плановый период 2014-2015 годов. Она разработана на основе одноименного федерального документа. В программе определены перечни заболеваний и видов бесплатной медицинской помощи, а также объемы, порядок и условия ее предоставления. В частности, оговорено условие реализации права граждан на выбор врача, сроки ожидания медицинской помощи, условия пребывания пациентов в стационарах, порядок предоставления транспортных услуг, внеочередной помощи и проведение диспансеризации ямальцев. Документ предусматривает порядок обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, донорской кровью и ее компонентами, лечебным питанием, уточняет перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формирования у ямальцев здорового образа жизни. Как сообщает пресс-служба главы региона, в рамках территориальной программы бесплатно предоставляются первичная медико-санитарная помощь, а также скорая, специализированная, высокотехнологичная и палеотивная медицинская помощь. Учреждения, участники программы оказывают помощь гражданам за счет бюджетов округа и территориального фонда обязательного медицинского страхования. В целом, реализация программных мероприятий будет способствовать повышению качества оказания медицинской помощи на Ямале и уровню удовлетворенности населения округа ямальским здравоохранением, а также снижению уровня смертности среди жителей, в том числе материнской, детской, младенческой, от болезней системы кровообращения, туберкулеза и новообразований. Проект «Профессиональная команда города» инициированный городской администрацией набирает обороты. Первые претенденты на победу в конкурсе уже подают свои заявки. Цели и задачи проекта глава администрации Александр Подорога для активной муравленковской молодежи озвучил лично. В многопрофильном лицее состоялась презентация профессиональной команды города. Тему продолжит Светлана Грачева. Сегодня экономическая и политическая системы страны задают новые приоритеты, а потому новые идеи для дальнейшего развития муниципалитетов просто необходимы. Проект, направленный на привлечение профессиональных кадров в Муравленко, реализуется впервые. У молодых, инициативных и креативных людей появилась возможность заявить о себе. Именно такие молодые люди собрались в многопрофильном лицее, не желающие сидеть на месте, а двигаться вперед. О проекте профессиональная команда города они уже слышали, а вот возможность задать интересующие вопросы по его реализации главе администрации появилась впервые. Нам нужны профессионалы, нам нужны молодые кадры, нам нужны те люди, которые по прошествии определенного времени станут у руля города, региона, ну и в целом Российской Федерации. В самом начале презентации проекта глава администрации призвал муравленковскую молодежь быть активными, не оставаться в стороне и смело заявлять о себе и своих идеях. Попасть в профессиональную команду города могут люди в возрасте от 23 до 40 лет, с высшим или средним образованием. Конкурс предусматривает три этапа – онлайн-тестирование, подготовка и защита проекта, актуального для социально-экономического развития города. Присутствующая в зале молодежь по ходу презентации задавала Александру по дороге вопросы и озвучивала предложения уже готовых социальных проектов. Направления социальных проектов, которые могут участвовать в конкурсе, различны. Это социальная сфера, экономика, промышленность и инновации, средства массовой информации, общественная деятельность, агропромышленный комплекс, государственное и муниципальное управление. Главное в этом деле – обозначить проблему, определить задачи и представить алгоритм действий по ее решению. Нам необходимо сейчас дать возможность, дать поддержку нашему молодому поколению, молодым людям, которым нужно развиваться, которые хотят чего-то добиться. Не секрет от того, что в современном мире, где многие социальные лифты просто отсутствуют по разным причинам, потому что у нас экономика поменяла свою структуру, необходимо давать поддержку. Вот эта площадка – это и есть как одна из возможных поддержек инициативной молодой, креативной молодежи. Вот на них мы сейчас и ориентируемся. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 мая, так что людям, нацеленным на успех, стоит поторопиться заявить о себе. Онлайн-тестирование нужно пройти до 25 мая. А разрабатывать социальный проект есть возможность до 1 сентября. Помимо реализации представленных работ, лауреаты профессиональной команды города будут проходить целевую подготовку. Их ждет обучение, тренинги и прохождение стажировки, а в дальнейшем и трудоустройство. Светлана Грачева, Михаил Муштареев, телерадио компания «Муравленко-ТВ». С 15 апреля цены на железнодорожные билеты рассчитываются по-новому. Компания «Российские железные дороги» ввела новую систему – динамическое ценообразование. Теперь цена места в купе зависит от даты поездки, и пассажиры смогут выбирать оптимальный тариф с учетом своих планов и финансовых возможностей. Например, если покупать билет на поезда дальнего следования в купе за 45 дней до поездки, пассажирам предоставляется 45% скидка. Если же билет приобретен за 31 день до поездки, то его стоимость снизится на 20%. Если брать билет за неделю до отправления поезда, наоборот, придется переплатить 10% от его стоимости. Такая система будет действовать только в весенние и осенние месяцы и только на 50 поездах дальнего следования. По системе динамического ценообразования ямальцы смогут приобрести билеты со скидками в направлениях Новый Уренгой-Челябинск и Новый Уренгой-Новосибирск. Здоровые нации, здоровый дух. В городской администрации прошел круглый стол с участием депутата Законодательного собрания округа Людмилы Ивановой, представителями общественных организаций, работников здравоохранения и спортивных учреждений города. Главная тема обсуждения и реализация мероприятий года народосбережения в части сохранения здоровья и улучшения качества жизни ямальцев. Анна Карамаврова расскажет подробнее. Ученые подсчитали, здоровье человека лишь на 10% зависит от медицины, на 15% от наследственности, на 25% от окружающей среды и на 50% от образа жизни. Большая часть населения Ямал-Ненецкого округа злоупотребляет алкоголем, табакокурением, страдает от избыточного веса. 2013 год на Ямале объявлен Годом народосбережения. Для улучшения качества жизни населения нужно активизировать все силы. По словам Людмилы Ивановой, часть работы в этом направлении лежит и на общественных организациях. Помощь в чем? О том, что мы до каждого должны, жители, достучаться и спросить. Здоровый образ жизни, начни с себя, что это означает. Как это нужно сделать так, чтобы оно было действительно в том выражении. Пути решения проблемы нездорового образа жизни, считают участники встречи, нужно искать сообща. Важна и обратная связь с жителями города. Активную работу необходимо вести в части профилактики вредных привычек. Нужно постараться объяснить каждому, что от его здоровья зависит благополучие потомков. Хочу, чтобы вы поняли, к чему мы должны прийти. Мы должны прийти к тому, что как-то человека сориентировать, чтобы он по-новому посмотрел на свою жизнь. Вот если мы как-то поймем, привьем людям интерес к жизни, мы сделаем благое дело. Прививать интерес муравленковцы к здоровому образу жизни и спорту предлагалось с детства. К примеру, Юрий Клят посоветовал воспользоваться опытом передовых стран. Они разрабатывают и утверждают государственные программы, которые обязывают всех на любых уровнях, в муниципальных тоже, заниматься с детьми с четырехлетнего возраста. Если мы ребенка будем с детского сада привычать к физкультуре и спорту, у него не будет в голове этого. Но участники дискуссии сошлись во мнении, что пропаганда здорового образа жизни должна вестись среди всех возрастных категорий населения. В дальнейшем каждая общественная организация подготовит свои предложения на тему повышения уровня качества жизни горожан. Идеи озвучат в мае на окружных общественных слушаниях. Вы знаете, что Дмитрий Николаевич Кобылкин часто встречается с населением, постоянно встречается. И он на основании наших обратной связи через депутатов, через исполнительную власть, через общественность, особенно общественность. Вы знаете, что с каждой общественной организацией, которая существует на территории у нас округа, происходят встречи, где происходит адсорбация всех тех проблем, которые беспокоят. И вырабатывается определенный план мероприятий. Для исследования общественного мнения в скором времени партия «Единая Россия» выпустит специальные анкеты, где жители Муравленко смогут дать оценку качеству здравоохранения в городе. А также ответят на главный вопрос – что нужно сделать для того, чтобы Ямал был здоров. Анна Карамаврова, Михаил Муштареев, телерадиокомпания, Муравленко ТВ. Муравленковская команда стала победителем 16-й окружной военно-спортивной игры «Командарм», которая завершилась в ноябрьске. В этом году участие в ней приняли 90 юнормейцев из городов и районов автономного округа. В начале соревнований все команды имели равные возможности и большой потенциал на победу. Но ребята из нашего города показали все, на что способны, уверены, опередив соперников. Слово Оксане Гитерман. В рамках игры борьба за кубок развернулась вокруг трех постоянных фаворитов – Ноябрьска, Муравленко и Пуровского района. У всех команд равные возможности и большой потенциал стать лучшими. В программе – конкурс «Строи и песни», стрельба, военизированная эстафета и многое другое. Все мероприятия посвящены очередной дате победы в Великой Отечественной войне. После напутственных слов и пожеланий ребята приступили к первому конкурсу «Строи и песни». Задача не из легких – четко и безукоризненно выполнить команды капитана. Ямальская игра имеет давнюю историю и хорошие традиции. В этом году в окружной игре командарм участвовало 90 юно-армейцев. Тренера скрупулезно готовили ребят и настраивали их на победу. С точки зрения позиции государства нужно создавать условия, где ребенок впитывает то, что сегодня является уже современным взглядом на жизнь. Что сегодня это определенные преференции, потому что дети находятся в условиях, созданных государством. И соответственно у них этот статус, их прохождение таких соревнований – это некий социальный лифт, дающий возможность этому молодому человеку понимать, что в обществе нужно быть активным, быть позитивным. Сильнейшего определили. Призовые места между собой поделили ребята из Пуровского района, они стали третьими. Второе место у воспитанников кадета из Ноябрьска. Первой стала сборная команда из Муравленка. Хочу добавить, что в числе фаворитов наша команда уже давно. Мы, приезжая туда на каждое соревнование, от нас ожидают уже высокого результата. И с первого дня мы заявили о себе в конкурсе истровой подготовки, заняв призовое первое место. И на протяжении трех дней, не расслабляясь, ребята в полном напряжении, с полной самоотдачей выступали во всех остальных конкурсах. Также в рамках игры командарм состоялся второй окружной слет девушек-кадетов. По итогам этих соревнований первое место завоевали участницы из Губкинского, второе из Ноябрьска, третья команда из Муравленка. Оксана Гетерман, Александр Паханов, Сергей Кириченко, телерадиокомпания Муравленка ТВ. Компания Муравленка ТВ продолжает прием заявок для участия в конкурсе видеороликов, который проходит в рамках реализации окружной и муниципальной целевых программ по противодействию экстремизму, гармонизации межэтнических отношений и укреплению толерантности. К участию приглашаются авторы и авторские коллективы. По условиям проведения конкурса видеоролики должны соответствовать заявленной тематике. Жанр видеоролика, будь то репортаж, видеоклип или анимация, авторы выбирают самостоятельно. Приветствуются ролики в стиле социальной рекламы. Каждый участник может представить на суд жюри неограниченное количество работ. Продолжительность каждого ролика не должна превышать трех минут. Работы принимаются в телерадиокомпании Муравленка ТВ до 26 апреля. Торопитесь, победителей и призеров ждут ценные призы – планшетные компьютеры и смартфоны. Лучшие видеоролики будут показаны в эфире компании Муравленка ТВ. Это все, о чем мы сегодня успели рассказать журналисты компании Муравленка ТВ. Информационные выпуски по-прежнему доступны на официальном сайте города муравленка.ком. А я на этом с вами прощаюсь. В студии работала Юлия Лучникова. Далее прогноз погоды. Не переключайтесь. Спонсор прогноза погоды – магазин «Керама». По прогнозам Гесметио, в среду 17 апреля в Муравленка пасмурном. Утром ожидается сильный снег, днем – небольшой дождь. Температура воздуха 1,2 градуса выше нуля. Ветер в течение дня будет несколько раз изменять направление – от юго-западного до северо-западного. А скорость составит 4,7 метра в секунду. Атмосферное давление стабильное – 743 миллиметра ртутного столба. Не упусти! Только в «Кераме» бесплатная доставка строительных отделочных материалов из Ноябрьска для жителей Губкинского, Муравленка, Ханымень и Вингапуровского. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова